Здравия всем! Сегодня поговорим о том, как выбрать наилучший штат для проживания в Соединенных Штатах Америки. Потому что этот вопрос насущен, все интересуются, как, куда, где, почем, что. Поэтому я вам карантинечко расскажу о том, что происходит, как происходит и что надо делать. Все вы наверняка знаете, что в Штатах есть 50 штатов, которые располагаются в северной части Америки. Для мигрантов, которые получают убежище, либо политических мигрантов, на мой взгляд, лучшие штаты для жизни – это Западный берег и Восточный берег. Плюс к этому можно добавить штат Иллиной. Это лучшее место для начала жизни, понимания, как устроена эта жизнь, что вам необходимо будет дальше и для чего вы приехали сюда. Постараюсь вам затронуть нюансы проживания в этих миграционных штатах, например, штата Нью-Йорк, а конкретно Нью-Йорк-Сити, где довольно-таки большое количество мигрантов, где довольно-таки высокий уровень жизни и где многие считают престижным район – район Брайтон-Бич. Непосредственно в Нью-Йорк-Сити основным языком, из довольно-таки большого количества языков, русский является основным. Поэтому вы совершенно спокойно можете прийти в любое госучреждение и попросить переводчика, которого вам предоставят бесплатно. Для мигрантов там сделаны все условия для жизни, вам не потребуется покупать машину, что даже по американским меркам довольно-таки затратное занятие, потому что для начала вам надо ее купить, оформить страховку, а так как у вас нету стажа в Америке, то страховка у вас будет дорогая, потому что для Америки вы новый водитель. В других штатах может быть по-разному. Где-то засчитывается стаж вождения в другом государстве, где-то нет. Недавно мне прислали информацию о том, что в Нью-Йорке с недавнего времени запрещен термин «нелегальный иммигрант». Поэтому любой иммигрант будет себя чувствовать там довольно-таки комфортно. Хорошо это или плохо, сказать сложно, потому что все бывают в разных ситуациях, у всех разные судьбы. Но, тем не менее, это один из немногих штатов, через которые проходят очень-очень много людей для начала своей жизни в Соединенных Штатах. Я ни в коем случае не призываю вас мигрировать непосредственно в Соединенные Штаты. Есть довольно-таки много других стран, таких как Канада, Австралия, Европа, Новая Зеландия, Япония, Китай, куда люди с большим удовольствием переезжают, обустраивают свои жизни и наслаждаются процессом того, что они выбрали. Поэтому я вам рассказываю исключительно о примере и о непосредственно нюансах миграции именно в Соединенные Штаты. После того, как вы определились с тем, куда вы мигрируете, это Нью-Йорк, я вам расскажу разницу между Нью-Йорком и соседним Нью-Джерси. Потому как в Нью-Йорке стоимость аренды жилья очень высокая, а в соседней Нью-Джерси можно за довольно-таки умеренные деньги найти неплохой дом, либо квартиру, в довольно-таки неплохом районе. Разница очень банальна. В Нью-Джерси вы не имеете никаких бенефитов, практически никаких. Вы предоставлены сами себе и ваш уровень дохода обусловлен только вами и в случае чего вы будете рассчитывать только на себя. Естественно, вам окажут помощь, естественно, вам помогут. Естественно, в экстренных случаях, ситуациях вы будете обеспечены надлежащим уходом, но бремя по погашению всего ухода ляжет на ваши плечи. В Нью-Йорке, если у вас маленький доход, если вы находитесь в уровне человека, который с низким доходом, то вы обеспечены медицинской страховкой, вы обеспечены медицинским уходом, за который платят государства с налогов, которые вы тоже платите. Поэтому этот маленький нюанс может в будущем сыграть очень большой плюс. В итоге у нас получается, что перед тем, как сделать шаг в сторону миграции в любую страну мира, вам необходимо детально изучить, куда вы мигрируете, зачем вы это делаете и непосредственно, что вы будете там делать. Потому что это самое основное, что вы будете делать после того, как вы сделаете этот шаг. Все. Спасибо вам за просмотр. Всего вам хорошего. Берегите ваше здоровье. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok